поставила фарш жарить всем привет хотела сделать лазанью кинулась не нашла посуду с бортиками в которой можно запекать знаете такая стеклянная есть бывает еще других из других материалов не нашла жужжу неспроста ремонт ремонт не ремонт а стройка идет внизу целый день вот люди трудятся целый день это слышу целый день не могу снять видео сейчас сынок там режет мне тут лучочек мы сейчас его тоже туда добавим я люблю мы любим с луком с луком которые не через мясорубку а который обжаренный идет крупный и что же будет а вот что будет я пока не знаю потому что говорю не нашла форму для того чтобы сделать ней лазанью сейчас что-нибудь придумаем аля ну вот добавили мы уже лук там еще режется аж 3 3 головки лука такого крупного сейчас это обжарим и будем дальше продолжать не все жарится никак не выжариться чтобы поджариться так что буду все-таки делать но не буду я делать лазанью я и пласты не нашла и форму не нашла сырок натерли так кошечка у меня тут сейчас грибочки вот шампики элементарные режет так и вот сделаем что-то подобие наверное запеканки вот как говорится что есть в владельнике посмотрела и придумала вот сделаем капусту бусельская добавим так одна пачка еще где-то у меня потеряла ну вот нарыла и вторая тут их не так много 400 грамм маленькие пакетики вот два положу брусельскую покупаю не так часто она стоит дорого но очень зато полезная против всякого холестерина и так далее давай давай нарезай что у нас тут никак все никак не ужарится фарш делаем сами прокручиваем но мясо естественно ой покупное поэтому неизвестно какое заказали правда тут домашняя должны привезти ну что ж друзья поджарился наш фаршик мы сейчас его будем выкладывать выкладывать будем противень вот такой вот противень и брюки превращаются одним легким движением руки вот так глубокий противень туда же фарша будет на него мало сколько есть вообще я люблю знаете вот фаршик да как вот запеканочку делаю фаршик и на него стручковую фасоль вот либо люблю цветную капусту на стручковую фасоль у меня сегодня суп с она есть одна из ингредиентов поэтому ну что масло масляный да я решила не буду власть до слишком большой даже так-то формы у меня вот так вот где-то пополам этого противня и вообще очень удобно высокая так получается хорошо так осечка ты нарезала мне давай опа раскладываем грибочки тут поэтому верим по всему периметру чтобы везде хватило ничего не буду не обжаривать их зачем сейчас они тоже сок дадут и так вот фарш выжарила лук выжарила чтоб там даже видите висок испарился так давай открывай бруссельку капусту ложечком под день за сбачку надо вообще-то в другую сторону высыпай тоже фарш предварительно я немножко подсолила когда он жарился и второй тоже высыпай и распределим сейчас вот все разложим капусточку вот две пачки получается не так уж и много так вот плюс-минус так сейчас мы приготовим то чем нам надо будет ее залить так смотрите у нас здесь сметанка преимущественно немножко майонезика сейчас вот видите положили яичко векусь еще молочка давай немножко сюда дольем и вот эту смесь я уже буду именно солить перчить кто-то кладет чесночок в общем кому что нравится я положу сюда французские травки или итальянские травки также посолю поперчу давать немножко да и положу еще сюда ложечку крахмала сейчас отдельно разведем крахмальчик и добавим в наш вот этот вот импровизированный соус давай давай крахмальчик пошел сюда добавлено уже соль у нас и праву травки перемешиваем зэк и яичко напомню сейчас это все перемешаем и зальем наш не знаю что запеканка по типу вот перемешали я положила бы и два яичка но у нас был тукаду в холодильнике убери пожалуйста сначала да сейчас будем аккуратненько все это дело заливать ну вот одно яичко жалко давай давай ну все мы залили теперь сейчас доченька посыпется ручка сверху или мамочка не знаю кто он давай тем что андрюша у нас ранее натер на терочке надеюсь будет вкусно вообще нет такого каких-то конкретных рецептов делай только так и никак иначе вот открываешь холодильник основа фарш нашел а дальше уже импровизация импровизация давай весе хорошенько вот сейчас поставим микроволновку не будет она там о какой микроволновку дучи несу духовой шкаф и будет она там стоять нам сначала надо съесть магазин купила купила 3 лилии так захотелось что-то опять посадить хотя земля еще не разработана девчонкам с группы ватсаповской показала не нами надо мной поржали но все же специалисты а я же вообще ландух в этом плане хорошо дочь вот я ж купила они же уже проросли их надо же уже сажать а у меня еще земля там вообще как я сказала раз не разработана мало того что не разработана земля так еще и холодно в общем-то 3 луковки я купила вот не уже видите да это самая большая проросла их надо уже определять в грунт значит сказали они мне 5 литрушку взять посадить их туда сначала в общем я решила что поеду магазин куплю тут тоже куплю большой горшок вот большой горшок и буду растить в горшке попробую в общем жду сейчас тоже муж приедет съездим мы с ним магазин вот куплю землю нормальную нас вообще что глина дренаж на общем это уж я потом нашла как посадить осталось только заехать в общем он вроде обещал что сегодня мы заедем вот поэтому я его жду естественно вот это сейчас дело перед отъездом нагрею духовку поставлю в разогретую и это самое пока будем ездить кататься детки моим сигнал дам они поставят это все духовочку тут уже практически все готово основной то есть фарш уже готов грибы моментально готовится их даже сырые такие можно есть ну а бруссельская господи чё там ей надо в общем уже в разогретую минут на 20 я думаю что что то что все будет у нас тут уже готово но все мои дорогие пока пока и если получится ставлю кадр хотя бы уже готовым видим а так до новых встреч и ждем пересадку лилий да не все такие умные все дается со временем и опыт и так далее ну ничего будем действовать исходить из того что есть все всех люблю всех целую до новых встреч